Едем сейчас, отдохнем, на море на нашем. Да, вот такие вот у нас особенности, такого никогда не было. Смотри, просто Silent Hill. Вот я, турист из Москвы, посоветую мне, где поесть в Светлогорск. Главный секрет в Светлогорске заключается в том, что сейчас здесь повсюду идет стройка на променаде. На этом моменте я не знаю, что сказать. Я просто в шоке. Светлогорск, 2023 год, весь город похож на стройку, мы не шутим. Территория Старого променада, это полнейшая адовая стройка. Всем привет! Вы на канале интересные путешествия. В Калининграде лето вообще-то. И мы отправляемся на море наконец-то. В общем, мы сегодня отправляемся в Светлогорск. Покажем вам особенности этого курорта. А там они есть в этом году. Ехать из Калининграда где-то 40 километров. Мы едем на машине. Вы, как турист, можете отправиться туда на такси, на автобусе или на ласточке. Мы сейчас проезжаем город Светлогорск насквозь. Не спрашивайте почему, скоро все расскажу я вам. А еще, кстати, особенность Калининграда такая, что в самом городе Калининграде может быть очень жарко. Вот мы выезжали, 27 показывало. А в Светлогорске всего лишь 21 градус. Подойдет ли нам для отдыха, для морского, я пока не знаю. Проезжаем город, какая-то мистика сегодня творится. Я никогда такого не видел. Вон, видите, прям оттуда облака. Какой-то туман, что-то происходит с морем. А если назад посмотреть, то там синее небо. А здесь у нас прям вон туман виден. Мне написали, что это по всему побережью. Ну, раньше такого у нас не было. Может, поляки какие-то вещества на нас накидали уже, чтобы мы не отдыхали, а работали. Что, уже 20 показывают. Сейчас доедем, будет 18. Эй, Лето, ну ты чего? А сейчас мы заехали в поселок Отрадное. Находится неподалеку от Светлогорска. Здесь, конечно, красота. О, его отреставрировали? Покрасили. Покрасили, да. Раньше другого цвета было. Это уютный поселочек, который находится рядом со Светлогорском. Который находится уже в составе Светлогорска. Ну да, но я его все равно считаю отдельным поселком. Не знаю, зачем мы присоединили к Светлогорску. Мне кажется, это все-таки такой другой. Слушай, ну, 18 уже градусов. Ну, это уже, конечно, все, я так понимаю. Наш пляжный отдых на сегодня, я думаю, подходит к концу. Не успешно начаться. Блин, ребят, хотели вам показать пляж Калининграда. Вообще, слушайте. Надо шубу одевать. Не, мне интересно, сейчас мы доедем, выйдем вообще на пляж, посмотрим, что происходит. Какая-то аномалия просто мистическая. Мистическая. Холдно? 18 градусов. Да, конкретно 18, причем и ощущается, наверное, все-таки как 18. Прям брррр. Ну, хотелось бы надеть штанишки, какую-нибудь кофточку. Ладно, пойдем дойдем до пляжа. Я предлагаю все-таки посмотреть там обстановочку, потому что, ну, действительно, мне кажется, это какая-то аномалия. Такого быть просто не должно. Короче, приехали мы в поселок Отрадный, который находится в нескольких километрах от Светлогорска, потому что в самом Светлогорске пляжа на данный момент, в 2023 году, просто не существует. Такого нормального пляжа, где можно классно отдохнуть. Там его просто нет, потому что стройка, ну, все покажем, когда в Светлогорск поедем. А конкретно здесь, в Отрадном, хороший, классный пляж, где можно насладиться прямо и отдохнуть. Единственная проблема, ну, сейчас очень холодно. Я говорю, в Калининграде 27 градусов было. В общем, до Отрадного как добраться из Светлогорска? Ну, наверное, самое простое, это будет такси, ну, рублей, наверное, 100 или 150. Да тут километра три, наверное, от Светлогорска до Отрадного. Ну, пешком можно дойти минут 40, по пляжу можно дойти пешком от Светлогорска до сюда минут 25. На велосипеде. На велосипеде можно взять в аренду в Светлогорске велосипед, велодорожка есть, на велике можно проехать. Давайте теперь разберемся, как вообще до Калининграда добраться-то. Так, загранпаспорт, виза, евро с собой вроде надо брать. Нет, вроде не надо. Из Москвы два с половиной часа летите, и вы в Калининграде. Из других городов тоже есть вылеты в Калининград. Питер, Чебоксары. Ой, я все... Казань. Все не знаю. Смотрите сами. Если у вас прямые до Калининграда, если нет, через Москву. В среднем билет туда-обратно на двоих авиабилет. 15 тысяч с багажом мы обычно летаем. Прилетели, дальше забронировали отели, апартаменты, ну, какое-то жилье, хостелы, клэмпинги, кемпинги. Можно бронировать в самом Калининграде, можно в Зеленоградске, Светлогорске, на побережье, да, если вы хотите больше времени уделять именно морскому отдыху. В принципе, вариантов масса. Надо только понимать, что в самом Калининграде моря нет, до него надо ехать 30 километров. В Зеленоград, Светлогорск, Пионерск, Гентарный, где угодно. Где мы берем авиабилеты, туры, отели, я все, все ссылки оставляю в описании, там сайты агрегаторов, мы всегда просто заходим, тыкаем, авиабилеты там покупаем, отели там покупаем, либо просто все туром на отдельном сайте тоже там покупаем. Все очень удобно, я не знаю, мы всегда им пользуемся, уже несколько лет, и я вам просто тоже рекомендую. Ссылочки в описании, ставьте лайкосик, пойдемте пляж смотреть. А где море-то? Море-то будет? Не видно, да, его? На камеру вообще не видно. Ну, все в тумане, в общем, все побережье, от Курской косы до Янтарного сегодня. Я такого никогда в жизни у нас не видел. Я тоже. В общем, в Калининграде 26-27 жара, а на море 18, и в море вообще не видно. Просто бездна, как будто в горах мы каких-то находимся. Вот это да, вот это да, ну сейчас с ней спустимся. Да уж, всей красоты моря сейчас вам не показать. Как хорошо, что у меня есть старые видео из Отрадного, и я смогу вам действительно показать, ну, всю красоту нашего Балтийского моря. А сейчас-то просто, конечно, эпик фейл. Но опять же... Это неожиданно совершенно. Опять же, это особенность нашей области. Это у нас норм. У нас погода абсолютно непредсказуемая, даже летом. Но не настолько. Ну, не настолько, но обычно градусов 3-4, а то и 5, она отличается от реальной. Поэтому вот когда соберетесь в Калининградскую область отдыхать, берите и шорты, и купальник, и куртку тоже. Она у вас, возможно, пригодится. Вон тебе очки. Короче, да, не расслабляйтесь. Мы, местные, живем здесь, блин, больше 30 лет. Сами в шоке. Мы подобного никогда не видели. Ну, всякое бывает. Бывает, дождик пройдет возле моря, а там в Калининграде нормально. Ну, чтоб такое, и на целый день такое действительно впервые. Ну, конечно, когда вы приедете, у вас такого не будет. Но вот сегодняшний день мы застали так. Я говорю, мы так сегодня думали, прям радостно едем, сейчас отдохнем на море на нашем. Вышли на пляж. Я помню, бывало зимой даже теплее бывает у нас. Ну, холодно. Особо отважные, конечно, пытаются загорать, но какой тут загар. 18 градусов, туман полнейший. Туман такой, что море практически не видно. Да, вот такие вот у нас особенности. Такого никогда не было. Смотри, просто Silent Hill. Как тебе, Балтийская моря? Все, вода прозрачная какая вообще. Прозрачная. Хочу потрогать, но не хочу ноги носить. Вот там Светлогорс должен виднеться, но видне... Ну, в общем, он там. Silent Hill такой. Ну, я действительно такого никогда в жизни у нас не видел. Это как какая-то аномалия. Я не знаю, а что нам делать-то сегодня? Мы вот хотели пляж снимать в Светлогорске. А что делать? Все? Финиш? Мне интересно, в самом городе, в Светлогорске, как? Потому что он же находится на воздушенности. И там, короче, там погода либо хорошая, либо плохая. Или лучше, или хуже будет. Но здесь, конечно, нам не позагорать. Мы хотели немножко загара. Дело в том, что когда мы сюда собирались, мы в телеграм-канале Интересное путешествие. Кстати, подписывайтесь, там все самое свежее и новое выходит. Ну, мы сказали, что мы собираемся на море. Нам написала подписчица, что если в Зеленоградске, то в Зеленоградске туман. Я думаю, ну что за бред? Ну какой туман в Зеленоградске? На улице жара, солнце шпарит. Потом у нас кинуло видео. Я думаю, блин, может, это вчерашнее какое-то видео. Что-то очень странное. Думаю, ну ладно, но если в Зеленоградске, ну явно в Светлогорске такого не будет. И вот сейчас мы с вами наблюдаемся, как-то шум побережье. И я прочитала новость, и там действительно написано, что вот сегодня вот такая вот аномалия у нас. Раз мы уже здесь, мы будем чувствовать себя, ощущать туристами, как будто мы сюда прилетели из Москвы. И все равно, ну вот что делать в Светлогорске, если такая погода. И как раз-таки Светлогорск для этого и предназначен. И вообще, кстати говоря, поселок Отрадное заслуживает отдельного внимания, чуть ли не отдельного видео, потому что здесь тоже есть классная архитектура. Здесь можно несколько часов погулять, можно на велике сюда из Светлогорска приехать, насладиться вот этими домиками. Домиками, знаете, чем отличается Светлогорск от Отрадного? Раньше Светлогорск это был классный, уютный город, сейчас Светлогорск это уже большой, туристический, классный город. А Отрадное это Светлогорск 10 лет назад. То есть хотите такой, знаете, спокойного-спокойного отдыха, без столб туристов, вот-вот-вот, поселок Отрадное. Приезжайте, наслаждайтесь архитектурой, гуляйте, здесь здорово. Ну вот, пожалуйста, небо синее. Вот где мы озеро сейчас проезжаем, Светлогорске нормально. А я вам сейчас камеру поворачиваю. Там все затянуто. Жесть какая-то. Приехали в Светлогорск, буквально 5 минут у нас это заняло, и здесь прям теплее вроде, да? Теплее, потому что есть солнышко еще где-то вот в городе. Кстати, ощущение, что мы где-то в горах находимся. Светлогорск, вот, видите? Поэтому над нами туман прилетает как прям в горах. Ну, по городу прогуляемся, все равно сейчас покажем вам пляжи, которые есть в Светлогорске, потому что все-таки это город-курорт, и сюда люди едут за пляжем. Покажем вам одну особенность этого сезона, чтобы вы были на чеку. Понятное дело, что мы, наверное, могли и в другой день приехать, потому что мы живем в Калининграде, и, в принципе, мы можем приехать. Но на самом деле нет, потому что у нас на лето столько планов, и ощущение, что за это лето мы посетим Светлогорск один раз. И вот этот день это сегодня, поэтому откладывать у нас... Ну, нет, нет смысла откладывать. Поэтому, кто не подписан, подписывайтесь, поставьте лайкосик. Надеюсь, что мы вам красиво покажем Светлогорск и без моря. Хотя, мне кажется, мы сейчас пока будем гулять в море и появится. Можно ли назвать Светлогорск город-музей? Конечно, конечно. Начиная от природы, заканчивая архитектурой и вообще всем, что здесь есть. Ты гуляешь в Светлогорск везде вот так вот, ой, смотри, ой, а туда смотри. Это вот как музей, ровно так же. О, дом, кстати, тоже такой, о, а, не, нормально, он до сих пор продается. Продают, если что, продажа, домик, ну, покупайте. Проходим здание вокзала. Если вы приедете в Светлогорск, то, скорее всего, выйдите из него, правильно? Конечно, если не электрички, то вот надо брать билет до остановки, до станции Светлогорск-2. Потому что есть еще Светлогорск-1, это такая жилая часть города. Одна станция до туда. Можно, конечно, пешочком прогуляться по лесочку, через озеро Тихое и подняться наверх в Светлогорск-2. А что находится за вокзалом? А за вокзалом находится единственная в Калининградской области канатная дорога. Я рекомендую вам там тоже прокатиться, потому что, ну, где... Что они мешают нам? Вы еще у нас найдете в канатку. Можно погулять по низу, а потом наверх подняться по канатной дороге. Ну, то есть, если приезжаешь на море, тебе лень до него идти, за вокзал заходишь, канатная дорога, и все, и ты сразу же на море, правильно? Можно так, да. Пока идем до центра города, вас будут сопровождать множество лавочек, где можно купить разный янтарь, сувениры. Полно, да, очень красиво, интересно. Также вас будет сопровождать огромное множество людей, потому что многие сюда приезжают на экскурсию, на большие туристические группы. Но есть нюанс в этом, один такой большущий нюанс еще, я бы сказала, очень мало времени. То есть, гид поводил, показал, а как бы свободного времени совсем чуть-чуть, и ты не успеваешь насладиться городом. Поэтому я рекомендую сюда все-таки либо потом отдельно приезжать, либо сразу изначально, отдельно, самостоятельно приехать на любом виде транспорта, который мы уже перечислили. Давайте посмотрим, что из янтаря вы можете купить. По сути, ожерелье, браслеты, сережки. Ну, в общем, вся бижутерия, иконки, ножи из янтаря, ложки, вилки из янтаря, брелки, ручки, колечки, зайчики, котики, собачки. Абсолютно все найдете, просто. Даже мыло из янтаря, янтарная крошка есть, собачки, открывашки, штопоры, все есть. Даже носки из янтаря. Сейчас находимся на первой площади Светлогорска, их две, да, не удивлять, советская и историческая, я их так буду называть. Здесь вот бар для друзей. Меню хочу вам показать. Форель 680, филе судака, мясные блюда, вот, ребра свиные, вареньки, пельмени, соус, закусочки разные. Фсорганина из пеламиды, 520 рублей, фирменное блюдо Калининградской области. Паста, супчики, в среднем 300, уха 600 рублей, ни хрена себе. Салатики по 400-300 рублей, шашлычки и гриль, шашлык из свинины за 200 грамм 600 рублей, 100 грамм 300 рублей. Ну, пицца по 500 рублей, не знаю, кстати, кто-то вообще есть пиццу, я уже давно не видел, чтобы люди вообще, в принципе, пиццу ели. Десерты разные, в среднем по 300, ну и хлеб. Сейчас мы находимся на первой площади, она выглядит так. Там вот фонтан, ну, здания советские, это все эти, санатории советские. Их видите... Ну да, так как Соклагорск всегда был знаменитым курортом, сюда приезжали в советское время, так и в довоенное время, когда город назывался Раушен. Ну, а в советское время, да, здесь построили военный санаторий, до сих пор сюда приезжают военные санатории, кстати, отдыхают здесь не только в отеле. Но есть места, которые, мне кажется, требуют. Тут сразу можно перекусить вот здесь, и мы сейчас вам меню показали, либо вон есть фастфуд. Это, наверное, последний смак, который вообще в области остался, именно в Соклагорске. Это единственный популярный, мне кажется, потому что если бы еще где-то остался, тогда бы... Я вообще удивлен, как он до сих пор жив. Смак. Смак это альтернатива Макдональдса, Калининградского. Калининградского. Когда еще не было Макдональдса, а уже везде он был, у нас был смак, да, это правда. Потом, когда появился Макдональдс, ну, типа, ну, появился и появился. А сейчас мы находимся возле главного символа города Соклагорска, города Раушен. Это водноборная башня Раушена. Вот так она выглядит. Она, наверное, практически на всех открытках есть, на многих магнитиках. Поэтому, если где-то вы видите символику, значит, это старый город Раушен. Сюда приходят все туристы, фотографируются. Такая прям точка притяжения. Вообще, это водогрязелечебница, и это здание относится к военному санаторию тоже. И построена она была для того, чтобы те люди, которые не могли спуститься к морю, ну, по своим физическим, да, особенностям, они могли здесь подняться на эту башню и увидеть море сверху. Музыка Вот именно в Светлогорске, я помню, с детства были вот такие вот машинки. Ну, это как велосипед, только машинка, как катамаран, только машинка. Только в Светлогорске больше нигде нету. И также, конечно, можно велосипеды в аренду взять. У нас велодорожка проходит от Филинской бухты, ну, грубо говоря, от Светлогорска и до Курской косы. Есть у нас очень крутая вилла еще в Светлогорске, которую реставрируют уже несколько лет. Она сначала просто продавалась, ее кто-то выкупил. И сейчас там делают... Мы как-то спрашивали, говорят, что это будет отель. Но когда его сделают, пока неизвестно. Я думаю, что к следующему сезону. Очень много классных мест в Светлогорске. Мы только одно прошли, вот теперь другое, да? Да, отель и ресторан «Картман» как достопримечательность. Сейчас уже, кстати, на въезде, на входе стоит английский автомобиль, отреставрированный на ходу, кстати, он. Здесь вкусно, уютно и красиво. На месте старого отеля здесь выстроили новый, ну, как бы полностью воссоздали все. Реконструировали, как, реставрировали. Короче, все сделали по красоте, и теперь здесь отдыхают довольные туристы. Вообще в Светлогорске, мне кажется, три самых дорогих заведения. Это, получается, «Хартман» — рыбный ресторан. Потом напротив меня «Мадам Эль». Сейчас я вам покажу. А, «Локал». Ну, «Мадам Эль» — это отель. А, ресторан у них «Локал» называется. И третья... «Карменс» — отель, а ресторан, я не помню, как он их называется. Ну, «Карменс» — отель пятизвездочный. Там один из самых дорогих, наверное, в Светлогорске. В общем, там, чтобы поесть на двоих, ну, я даже не знаю, 3-5 тысяч, наверное, если вечером, да, посидеть. Ну, вечером, наверное, 5. Если вы возьмете бутылочку венаджа, в зависимости от того, сколько она стоит. Да? Ну, а там, да, 5 и выше. Да, от 5 и выше. Вот как выглядит «Локал», посмотрите. Вот он позади меня, надеюсь, видно его. Вот ресторан «Локал» здесь. А сам отель выглядит прикольно. Кстати, его сделали в необычный стиль. Вот такой он. Ну, европейские домики в стиль. Там у них сзади вроде еще спа, бассейн должен быть. Он тоже пятизвездочный, мы там никогда не отдыхали. Поэтому я ничего про него не знаю. Единственное, знаю, что внешне круто выглядит. Если кто отдыхал, пишите в комментариях, как вам? В здании когда-то была католическая капелла. Сейчас это органный зал. Вот сегодня, кстати, в 19.00 здесь органный концерт. И, в принципе, как я поняла, здесь каждый день органный концерт. То есть, чем заниматься вечером в Слогорске? Пожалуйста, можно прийти сюда. А также здесь есть концертный зал вообще большой, да, Янтарь-холл. Можно ходить на концерты там эстрадные какие-нибудь. Ну, например, на кого можно там сходить? На Диму Биланову. На Князя, конечно, вот мы в августе пойдем. Так что, если вы тоже фанаты, давайте присоединяйтесь. У многих споры возникают, какой самый классный дом в Светлогорске, самый красивый. Конечно же, наш самый красивый дом в Светлогорске. Мы же дети чиновников, мы не можем жить не в самом красивом доме в Светлогорске. Ну, ты обед-то приготовила, мы пойдем есть. Шучу, шучу. Или опять по ресторанам. Это просто старая шутка хейтеров, не обращайте внимания. Ну, вот мне нравится, да, вот такой вообще в Светлогорске полно крутых домов, которые принадлежат, ну, даже если знаем, кому мы не расскажем, конечно, вот. Но очень богатым людям, потому что в Светлогорске иметь недвижимость вот такого плана, это как бы ого-го. Ну, сколько такой дом примерно будет стоить? Вот этот вот? Ну, примерно. Ну, не менее 150 миллионов рублей. А, кстати, какой самый крутой дом, который тебе нравится, в Светлогорске этот или другой? Мне в Светлогорске этот дом очень нравится. Но здесь есть еще достойные дома, тоже классные. А самый дорогой здесь продавали, который вот мы успели отследить на Авито. Эта цена была у него 220 миллионов рублей. Вот, хотя сейчас, я знаю, в Калининграде продается дом за 360, по-моему. То есть уже перебил вообще все рекорды. Наконец-то мы пришли в самый центр Светлогорска, да? Да, и здесь прям движ Париж. Много людей, все сидят в кафешках, кто-то пьет местное пиво, кстати. Кто-то наслаждается. Загорают люди в городе сегодня, потому что на побережье сами видели, что мы. Мы все равно дойдем сейчас, посмотрим, что там с пляжем. Надо тулуп только с собой взять. Здесь тепло, прям нормально тепло, да? Да, да. Но я смотрю, там все равно еще дымка присутствует. Возможно, через пару часов уже на море будет нормально. Но пока что отдыхаем здесь. Такая суета здесь в центре, да? Все здесь, все здесь, конечно. На море нет никого холодно. И так, думаю, с пляжа все быстренько ушли, стали гулять. Так и временно обеденное. Ты еще есть не хочешь? Где мы вообще обедать будем? У тебя есть варианты? Блин. Где пообедать в Светлогорске? Там есть одно место, где мясо из смокера. И я думаю, что там... Вот я, турист из Москвы, посоветую мне, где поесть в Светлогорске. Ну, слушай, в любую кафешку зайти. Я богатый турист из Москвы. Ну, тогда бы я, наверное, пошла в ресторан отеля Карменс, если бы очень богатым. Потом вот есть Альт Плац ресторан, вижу. Мы там ни разу не были. Мы вообще, в принципе, не во всех ресторанах Светлогорска, естественно, были, потому что мы там входим в определенные какие-то местечки. А так туристы сами потом ходят по всем, потом рекомендуют другим. Поэтому, если вы здесь бывали, тоже делитесь своими любимыми местами, потому что я думаю, что турист все-таки посещает больше мест за весь свой отпуск. Мы проходим еще одну классную улицу. Улица Динамо, потому что нам некоторые говорят, почему вы не называете название улиц? Мы потом их найти не можем. Вот в самом начале видео это была улица Горького, а сейчас улица Динамо. Она уже прямо вот возле моря, буквально за этими домами уже великолепный вид. Первая береговая. Великолепный вид на море был бы, если бы там сейчас не было стройки. Мы вам сейчас покажем, покажем этот сюрпризик. А так здесь потрясающие домики. И даже поговаривают, что где-то здесь есть домик Олега Газманова. Мы его, конечно, здесь не встречали, даже когда он концерт давал, мы его здесь не встретили. Но вот прогуляться здесь и посмотреть, и помечтать, в принципе, тоже можно. Ура, море теперь можно посмотреть. Оно сзади тебя. Оно сзади меня, и туман рассеялся. Я даже не ожидала, что это произойдет, но солнце победило все-таки. Это туман, наконец-то, и сейчас уже можно отдыхать на море. Но все равно, вы знаете, сегодня все-таки не настолько жарко, как казалось бы, потому что, я говорю, в самом Калининграде 25, 26, 27, а здесь попрохладнее. Теперь можешь рассказывать главный секрет Светлогорска. Главный секрет Светлогорска заключается в том, что сейчас здесь повсюду идет стройка на променаде. Ну, на набережной, по-вашему. Просто от и до. В одном месте, где отель Grand Palace, там прям новый променад строят. То есть он будет такой же, как вот этот вот. Да ты просто начни с того, что в Светлогорске два променада. Старый и новый, правильно? Да, протяженность у них прям огромнейшая. Они длинные, такие классно прогуляться можно было бы, если бы не стройка. И сейчас, получается, здесь строятся отели, апартаменты на новом уже променаде, получается. Вот, то есть отделили часть от него, ну, я имею в виду вот в ширину, да. Можно прогуляться, можно, но позади вот будут строительные краны, работники, которые занимаются стройкой. Ну, получается, что старый променад сейчас реконструируют, его хотят сделать новым, а на новом променаде стройка отелей, апартаментов. Получается, пляж, он есть частично местами под новым променадом. Вот сейчас мы его здесь видим. Там частично местами пляж есть, как бы, когда хорошая погода. Но, опять же, если вам понравится, что сзади стройка, тогда можно отдыхать. Но, к сожалению, сейчас так. Было время, когда вообще пляж исчез, просто его смыло в Светлогорске. И тогда стали ставить волнорезы вдоль моря и вдоль променада. Все, это помогло. Пляж появился, и после этого начали делать новые променады. Короче, тут постоянная стройка, и так обидно, конечно, потому что, ну, Светлогорск, это топ-курорт, где обязательно должен быть пляж. Я, конечно, думаю, что через пару лет он снова появится. Также для особо ленивых в Светлогорске есть лифт. Ну, я все-таки считаю, что канатная дорога гораздо как-то круче, вообще-то, чем лифт. Ну, в принципе, согласен, да. Просто они в разных местах находятся. Да, ну, можно, например, здесь спуститься, там подняться на канатке. Или наоборот, если вы пушком не хотите по лестнице туда-сюда, можно, например, здесь подняться, там на канатке спуститься. В разных частях. Ну, билет, по-моему, я вот вижу, 80 рублей стоит. Около того, да. То есть, если у вас семья, то... Я вам скажу, к примеру, 80 рублей электричка и ласточка стоит досюда из Калининграда. Реально 80? Давай пойдем посмотрим. Аттракцион невиданной щедрости. Да, действительно, вот 80 рублей. Вот лифт, слева вход, справа новый ресторан какой-то итальянский. Даже еще вывески нету, но уже открыт. Не знаю, как он называется. Цены немножко удивили. Да не то, чтобы удивили, я в шоке с цен, потому что, мне кажется... Ну, типа, салаты по 700, паста по 700, все по 700, примерно. Ну, да, от 700 и выше. Просто, ну, вот тут вот эти Мадам Эли, Карманцы, Хартман. Там, в принципе, я понимаю, за что плачу. А тут я вот смотрю и... Здесь завид на море. Создается ощущение, что кроме вида на море я особо ничего не получу. Я всегда остерегаюсь таких заведений и жду, пока там их проверят, другие люди сходят. И когда только мне скажут, что, Игорь, блин, ну, реально крутое заведение, тогда схожу. А так, сами мы уже тысячу раз пробовали новое наше заведение по Калининграду. 90% это был фейл. Я предлагаю меню посмотреть еще вот в этом заведении, в лесу. Ну, пойдем, тут вот... Вот заведение, которое не с видом на море, но очень рядом. Пойдемте, мы уже в парковую зону заходим, и здесь у нас тоже кафешку какую-то сделали. Приятный шок или не особо? Что такое? Ладно, смотрим. Не очень приятный шок. Тут то же самое или хуже? Ну, тут, я смотрю, очень много морепродуктов каких-то. Например, тартар из говядины, да, там 720. Когда он обычно, ну, там, 500-600. Ну, да. Том-Ям, о, 900, все, побился рекорды. Побился обычно. Том-Ям в Калининграде почему-то дорогое, он всегда 600-700, тут 900. Десерты 400-450. Гриль, вот, кстати, есть стейки. Ребай за 100 грамм тысяча. Остальные это уже идут осьминог и кальмар. То есть стейк примерно 3 тысячи. Из лососа, например, нету пасты. По тысяче рублей паста. Слушай, я еще таких ценностей не видел в Светлогорске. Слушай, я еще таких ценностей не видел в Светлогорске. По ресторанам надо зарабатывать больше. На этом моменте я не знаю, что сказать. Я просто в шоке. Таких цен я не видел, в принципе, мне кажется, да и в Калининграде, да и в Светлогорске. Я даже не представлял, что подобное заведение, подобного формата. Чему всегда веду? То есть цена, ну, как мне кажется, цена, она исходит из некоторых факторов. Так как, ну, я не знаю, внешне... Ну, то есть, это цена, сейчас мы увидели цену ресторана. Но по факту мы видим, что это чуть круче стритфудной вот этой смака. Ну, чуть получше. Ну, то, что совсем. Это просто заведение на улице. Это не ресторан. Там я не думаю, что будет что-то сверхъестественное. Из чего они вообще взяли эту цену? Я не понимаю, что происходит в Светлогорске. Как тут вообще отдыхать? Это ж... Ну, я считаю, это реальный беспредел. И такого не должно быть. Это реально завышенные цены. И это ненормально. Да это даже внешне видно, что не соответствует заведение ценовой политике. Если мы пойдем в Карман, например, там ты садишься. Красивое блюдо, красивые туалеты. Тут я вообще сомневаюсь, что он существует. Да. Там какой-то шеф-повар вам сделает крутое блюдо. Оно будет авзорским и уникальным. И ты такой весь сидишь, все вокруг тебя прыгают. Там вам салфеточку, а что-то еще там, перечницу там дать. А здесь ты просто сидишь, официанты. Видно, что сразу они не обучены, потому что они, ну, молодые все. На внешний вид такие, да, студенты, сезонники. Это мое мнение. Вы, конечно, можете написать, Игорь, хорошего всеразь заведение. Ну, я просто в шоке. Я такого не... Нет, просто, конечно, да, с одной стороны, наверное, там, ну, это нормально, когда идет градация заведений там по ценовой политике. Но тогда это должно как-то и на качество влиять, соответственно. Ну, подкреплено чем-то должно быть. Да, а не так то, что я смотрю, паста. Блин, такая же паста вон в Италииан-Бестро, например, да. Ну, она будет не хуже, я уверена. И вот есть просто тематические бары. Внутри там, кстати, круто. Вот, посмотрите, сарганина 400. Пиво тут не... А, вон, пиво черновар 280-250. Вот это вот бакалар вкусное пиво. Ну, не 450, блин, понимаешь? То есть мы прошли от того заведения 2 минуты. Нет, ну, видишь, где... Ну, да, я понимаю. Но здесь выпить пивка и взять какую-нибудь закусочку к пиву. Но это примерно будет в 2 раза дешевле, чем там выпить пивка и взять закусочку. Взяли по-тепленькому кофе. Еще раз, еще раз, ребят. Светлогорск, 2023 год. Весь город похож на стройку. Мы не шутим. Весь променад делать, весь центр тоже в стройке. Отели, апартаменты начинают лепить. Здесь тоже еще... В общем, в этом году в Светлогорске отдых будет достаточно тяжелый, потому что везде строительные работы. Я бы его не назвал в этом году курортным городом. Город-стройка. Как минимум на этот год, возможно, еще и на следующий. К сожалению, для меня мой любимый город Светлогорск. Но сейчас я не могу здесь находиться, это невозможно. Просто стройклощадка огромная. Какие-то комментарии я тут не знаю даже. Давайте вот вон пляж Светлогорский на данный момент вот такой. Это трандец, ребят. Я очень люблю Светлогорск, и мне печально видеться. Волнорезы, которые стоят вдоль пляжа, вот вы их тоже сейчас видите, да? Это такие деревянные. Они и вдоль, и поперек стоят. Да, действительно, они помогают. Это факт. Но вот что за валуны? И у меня ощущение, что это какие-то прям... Я даже не представляю, где их взяли. Как будто бы их очень много накидали здесь. Ну, от волн. Ну, раньше такого не было. Повсюду вот следы от машин, протектор такой прям, да? И как-то... Я не знаю. Как будто тут стройка сейчас прям идет какая-то глобальная такая. Прям на пляже. Стоит понимать только одно. У нас с нами был пляж, его забрали. Его у нас отобрали в пользу вот этого променада и вот этих апартаментов, которые купят себе богачи. А мы сейчас вот страдаем. Вот ждем, когда нам теперь подсыпят этот пляж. Я не знаю, справедливо это или нет. Пишите в комментарии. Я считаю, что несправедливо. Во всем Светлогорске нет пляжа. Туристы приезжают, отдыхают. Что им делать? Пляжа нет. Никто их не предупредит, когда они сюда полетят. Предупредим. Вот только мы покажем, что здесь, ну, полный трэш пляжа. Реально нет ближайший нормальный пляж в Отрадном, где вы в самом начале видео были. Короче, и на этот пляж-то тоже нельзя. Вон там закрыто, уже люди выломили, потому что хотят отдыхать. Пойдемте посмотрим, что за пляж здесь. Кстати, здесь тепло внизу, даже можно загорать, я бы так сказал. Загорать вполне. Можно, да. Уже появляет виндекс пятерка, даже надо мазаться солнцезащитными кремами обязательно. Ну, что я могу сказать? Пляжик, конечно, печальней. Это не тот, это не идеальный пляж Калининградской области. Мы вам в следующих выпусках покажем крутые наши пляжи. Подписывайтесь на канал, а это не пляж, а шляпа. Пока что все, что я наблюдаю, каждый год из Светлогорска прям вытряхивает и выбивает душу с помощью вот таких бездушных, непонятных бетонных зданий. В чем я смотрю, материал самый обычный тут от бетон и газосиликат. 500 тысяч за квадрат. Ну, несмотря на самый обычный материал, да, 300-500 тысяч за квадрат, это просто умопомрачительные цветы какие-то. Проблема в том, что скоро Светлогорск особенный город, Раушин бывший, и в нем всегда была изюминка в архитектуре, в том, что он сосновом вот этом лесу находится, то, что здесь есть какой-то пляж, понимаете? А сейчас что мы видим? Пляжа нет, променад этот, да нахрен он кому сдался этот променад? Все, променад строили из-за того, чтобы потом построить вот эти бетонные ульи для богатеньких буратино, понимаете? А вот нам они нужны? Нет, не нужны. Нам пляж нужен красивый, уникальность города. Ну, уникальность города, я говорю, с каждым годом все становится все меньше и меньше и меньше, и скоро этот город будет похож уже на Сочи. И все, никому он не нужен будет. Мы сейчас полностью прошли новый променад, и сейчас покажем, как выглядит старый променад. Вот он за этим забором, сейчас попробую просочиться как-то. По лестнице, можно сказать. По лестнице? Ну, давай, мне кажется, я здесь тоже покажу. То есть территория старого променада – это полнейшая адовая стройка. Раньше вот здесь еще был нормальный пляж, и можно было загорать. Сейчас на несколько лет вот так это все будет выглядеть. Будет ли здесь пляж, и когда – ну, неизвестно. Я вообще не знаю, как можно так было сделать, что сразу два променада начать переделывать. Как люди отдыхают? Ну, Сочи, Сочи, Туристический город, как здесь отдыхать? Ну, реально, да, прикинь, я такая прилетаю, там, на неделю бронирую отель, там, ну, допустим, не знаю, 10 и в сутки, да, вот тебе там плюс перелет. Мы вдвоем прилетели, вот на сотку уже. Мы такие заплатили, приезжаем, выходим на пляж, а нас такой сюрприз ждет. Так мы пляж-то покажем людям или нет? Мы уже показали все, что могли из пляжа. Обязательно у нас выйдет еще следующий ролик, мы покажем другие пляжи, покажем другой курортный город Зеленоград, где там уже вы сможете сами понять, что наверняка это будет более благоприятно для пляжного отдыха. Вот ты мне объясни, как ты ешь постоянно бургеры и не толстеешь? Расскажи секрет. Я ем бургеры не постоянно, я их ем только на видео. Все. В обычной жизни я питаюсь овощами и рыбой. И солнцем, и воздухом. Ну нет. Давайте посмотрим, что там в бургере. Порваная говядина. Слушайте, ну 450 рублей стоит бургер, мне кажется, тут огурцы, помидоры еще должны быть и что-то подобное. А тут получается, я бы сказал, что это бутерброд, а не бургер. Ну да или нет? Я не знаю, я еще не пробовала, я не заглядывала. Ну загляни, это бутерброд. Сныб мясо, ближе. Бутерброд, это не бургер. Я попробую. Вулка нормальная? Мясо из смокера. Вкусно? Ну да. Но все равно бургер должен быть, какие-то овощи, зелень должны быть. Его тебе отдельно принесли, а вы у чего? Отдельно? Салатку и слоу. Ну хотя бы вкусно, я надеюсь, чтобы было. Вкусно? Ну это самое главное. А мы сейчас пойдем спустимся к первому старому променаду, посмотрим, как там дела обстоят с пляжем. Потому что мы сейчас вниз спустимся к морю и сразу же направо будет как раз-таки ремонт пляжа. Ой, ремонт пляжа, ремонт променада. А слева должен быть пляж. И вот наша задача сейчас узнать вообще, есть ли он там или нет. Мы спустились вниз, и я думал, что вот здесь можно будет. То есть налево туда был пляж всегда. Ну да, я думала, что можно пройти здесь. А получается, что нет, что стройка, она прям от начала. Да, я думал, стройка вот досюда будет, а слева оставят пляж. Хоть кусочек маленький пляжа. Нет. Не оставили людям пляжа вообще, получается, в Светлогорске. Вот. Вот, видишь, вот тут реконструкция. Вот тут, я думал, не будет. Короче, ребят, ну я не знаю. Будет когда-то вот так. 5, 12, 24 приезжайте, будет вот так. А пока что, пока что вот так. Весь год будет стройка. Вот тут раньше пляж был. Ну что, нет пляжа, нет. Вот единственное, Гранд Палас, пожалуйста. Там бассейн у них есть. А тут, ну, стройка надолго видно, да. Ну, в общем, весь пляж. Весь пляж размотали. Жесть, жесть. Как там, что? Ну, там тоже просто строительные работы. Ну, я не знаю, в Светлогорск в этом году вообще посещать чисто, мне кажется, надо приехать. Ну, в Зеленоградский жить, в Светлогорск на денек приехал, и все, ну, отдыхать здесь. Да, да, потому что вот сейчас, ну, все, да. Ты вроде развиваешь, развиваешь, здесь туризм. Да, там привлекаешь народ. А в итоге что мы имеем? Все чихали на это и начинают. Все понятно. Вот так. Какие итоги можно подвести по поводу города Светлогорска? Я могу сказать, что итог таков, и никакого другого. Что на пляже отдыхать в Светлогорске в этом сезоне, ну, не очень комфортно. Я думаю, вы все с этим согласитесь. Но прогуляться по городу здесь всегда очень приятно. И зимой, и летом, и неважно, когда вообще. Светлогорск великолепный. Это город, можно сказать, в лесу. Здесь он такой зеленый, такой классный. Вот, блядь, наблюдать за архитектурой, вот, любоваться вот этим всем, да, это можно. Но пляж, увы, не в этом сезоне. Пляжа нет, берите больше денег, берите разную одежду. И приезжайте. В целом, здесь классно. Так что вам обязательно этот город понравится. А на сегодня все. Всем пока.